Всем привет-привет! Меня муж вывез на прогулку. Сейчас я вам покажу, что у нас за бортом. Ой, машине как трясется. Камера, прошу прощения. А, и голос у меня, да? Несмотря на милое личико, алкоголичик. Вот такая у нас красота сейчас. За окном. На улице солнечно. Хорошо, приятно. Вчера был пасмурный день. Прямо несколько дней было пасмурных. Сейчас вот уже здорово. Хочется погулять, пошляться. Но есть опаска. Хотя, видите, машины есть на улице. И вот мы проехали, правда, немного где-то с милем, но не видела, что полицейские остановили кого-то. И развернули. Там еще пешеходы есть тоже. Редкий случай. Почта работает, кстати. Мы проезжали, видно, почты. Почта работает. Чапит закрыт, понятное дело. Другие организации, школы закрыты. А так сказать, что вот мертвый город, нет. Вот такой у нас городок. Я вам с этого ракурса, наверное, еще не показывала. Обычный, такой небольшой городок. Мы подъехали. Это даунтаун там слева у нас. Как бы показать. Вот там, там даунтаун. Там где, видите, купол. Исторический музей, по-моему. Да, исторический музей. Только вход в него там с другой стороны, с другой улицы. Так интересно. Какие облака снежные, да? Прям сахарная ванна. Где люди, не спрашивайте. Люди сидят по домам. Здесь, в принципе, пешеходов очень мало, крайне мало. А в эти дни, я думаю, еще меньше. Парочку-то уже встретились с нами, да? Но вполне может быть, что это были, как бы, единственные пешеходы на нашем пути. Ой, извините. В общем, на большом экране это видео смотреть нельзя будет, потому что дрожит камера и машина. И все не так стабильно. И я сегодня чувствовала себя уже получше. О, парковочный лес. Сколько слов. Хорошо на улице. Если бы вы столько знали. Хочу вам показать. Вот там домик голубенький. Я не знаю, против солнца вам видно или нет. Я думаю, что это какой-то исторический памятник. Скорее всего, его брать не могут. Потому что вокруг современное здание, да? А здесь вот такой домишко. Синий. Выглядит как свежевыкрашенный. Но на самом деле, это здесь у них краска с какими-то добавками, что она не лучится. Сейчас приблизить попробую. Ой, вот такой интересный. Мне нравятся такие. Они, знаете, как из прошлого, как из сказки. Домишки. У нас все цветет, пахнет, птички поют, солнышко. И так тихо-тихо, ни ветерочка, ничего, не шелохнется. Боже мой, как прекрасно. Как замечательно. Я вам уже говорю, слушай, такая погода хорошая. Поехали сегодня на рыбалку. Все равно заниматься нечем. И я, в принципе, получше. Ребенок мой уже практически здоров. И мы будем, не будем с кем-то общаться. Будем далеки от людей. Здорово. Там деревья. Вот все цветет. Все пахнет. Так приятно. Кустики, смотрите, какие интересные. Цветут. Я не знаю, слышно ли вам птение птиц. Но так приятно. Здорово. Не хочется, не хочется. Назад машину, не хочется. Такое у нас Redwood City. Одноэтажная Америка. Ну, не совсем одноэтажная. Ну, большинство зданий. Ну, вот это справа. Это подозревая апарт-комплекса. Ну, есть какие-то машины. Жизнь продолжается. Как бы там ни было. Красота. Как на улице. Прекрасно. Боже ты мой, я соскучилась. Я не выходила уже несколько дней на улицу. Ну, и не было желания. Потому что было пасмурно. Была такая морось. Знаете, дождь, не ливень. А вот морось какая-то. Серое небо. А сегодня замечательно. Хочу на рыбалку. Даже не то, чтобы порыбачить. А просто водичкой полюбоваться. Вот тоже, да, расслабиться. Я что, напряжена? Нет, просто надоело. Сменить обстановочку. Как-то хочется. И побыть на улице. Подышать этим свежим воздухом. Насладиться солнышком. Я очень солнцезависимая. Я не могу без солнца. У меня и настроение портится, когда нет солнца. Слава богу. Здесь у нас солнечных дней. Полным-полно предостаточно. Закрыто что-то строить будут. Смотрите, ин и наут. Они работают только на... На-на-на с собой дают еду. Интересно. Такая красота. Погода красота. Красота. И я не скучаю по Питеру. По серому, такому тяжелому Питеру. Я не скучаю. Честно вам скажу. Потому что эта погода меня настолько радует, завораживает. Я счастлива уже от солнца. От такого количества солнца. Понятно, что атмосферы такой, знаете, уютно домашней. И я совсем не переживаю, что мы не живем в каком-то огромном городе. Да, Питер красивый, но все равно он холодный. Помните же песню, да? Дремлет притихший северный город. Как ни крути он северный. Хоть и притихший. Благодать. А вообще после нескольких дней отсидки дома такое ощущение, что я вообще в рай попала. Боже ты мой, даже соскучилась. Я забыла, как это здорово. Аутсайд снаружи. Ну, на улице. Вот, уговорила мужа. Заехали по пути в доллар три. Все показывали этот дешевый магазин, где все-все-все по доллару. Я буду последняя в этих рядах. Но, ну что? Людей мало. И здесь открыто. На удивление. Ну, наверное, потому что здесь тоже есть продукты питания и какие-то вещи необходимые для ежедневной жизни. Вот, например, прищепки. Ну, как без них, да? Именно без мочалок. Так, это для животных. Игрульки разные. Всякие игрульки. Я весь, наверное, не обойду, потому что у меня муж родит ежа. Ой, а здесь была туалетная бумага. Я не понимаю, что раньше никто ее не пользовался. Что за жиотаж такой? Мне нужно, знаете, что ватные диски я здесь посмотрю сейчас. Снимать лак. Ну, вот так я медленно проведу. Посмотрите, что здесь, в принципе, есть. Любая вещь, которую вы найдете, любая, будет стоить один доллар. Все, что угодно. А вот здесь есть и ватные диски. Я возьму вот такие. Вот они с перфорацией. Хорошие не будет, знаете, ворсеньки не будут цепляться. Здесь, о, красота, косметика, косметика. Лаки. Вот видите, пожалуйста. Ой, ногти накладные. Пожалуйста, нет денег на дорогое. Покупай дешевое. Зубные пасты, щетки. Колги, это вон по доллару, смотрите. И зубные щетки в упаковках. По две, по одной. Аквафреш, доллар. Ас. Ваа, сенситиво, для чувствительных зубов, наверное, но я все равно очень пользуюсь другой зубной пастой. Сенсодина, поэтому мне это не о чем ополаскивать. Это для рта. Солнцезащитные очки, пожалуйста. Это провода разные для техники, наушники, конфитюльки. ой, здесь для волос, резиночки, заколочки. Расчески у меня нет столько волос, чтобы столько... Может, не бигуди нужны, как вы думаете? Кто-то у меня из девчонок спрашивал про кудри. Девочки, не держатся у меня кудри вообще никаким образом. Паразицкие. Волосы круглые, как шарфики, смотрите, шарфики. Носки от грусти и тоски. С этой стороны опять конфетельки, конфетки, бараночки. Одноразовая посуда. Ну, все, что такое, знаете, для бытовухи можно найти, в принципе. У меня он там уже что-то приложил. А, стаканы. Взял пластиковые стаканы такие, крепкие. Он копается, я копаюсь, нам интересно. Еще что-то я хотела, что-то не нужны. Пол мыть эти влажные салфетки, чтобы не тряпкой, чтобы не тряпкой. Я люблю такую историю. Яссори. Вот как. Там все люди снимают, все люди как люди. А мне замечание сделали. Вот. Пришлось это самое прекратить, это занятие. Девушка подошла, она говорит, вы снимаете видео. Я говорю, да. Она говорит, ой, простите, пожалуйста, не могли бы вы прекратить съемку. Я выключила, извинилась 17 раз. Ну вот так. Как снимают другие, я не понимаю. Вот он, доллар 3. Ну и ладно, если нельзя снимать, значит, мы уйдем от вас. Как хорошо, да, так хорошо. По-летнему я тепленько, да, точно оделась. Ой, слишком тепленько для этой погоды. Просто я не ждала, что здесь такой рай. Такая прелесть. Такая прекрасная погода. плохая пек灘. So... We're going to fishing today, No. No? No, why not? 1 o'clock, that will be cold in 2 hours. Муж не хочет на рыбалку, он говорит, что сейчас час дня, через пару часов будет уже холодно. О, а кто-то спортом занимается, гляньте. Правильно! Тетя поближе, они там бегут. Девчата, вон какие! Ухляхи! Но бегут молодцы! Вот на работу ходить не надо, они занялись своим эксерсайзом. В общем, занялись собой. Правильно! Вот он такой, городок. Люди по-разному одеты, кто-то в футболках, кто-то в куртках. Вообще с мужем не договорилась. Едем домой. Ну и ладно. Ой, бомжик припарковал там, видите, тележку. А вот здесь мы, когда только приехали, там было такое длинное, огромное здание. Вообще все меняется, когда я появляюсь где-то. Снесли уже совсем, с землей сравняли давно. И там какие-то работы ведутся, что-то построят другое. Я не могу даже передать словами, как прекрасно на улице. Настолько прекрасно, ни жарко, ни слишком жарко, ни ветерочка. Тихо! Так приятно! У меня муж слова русские учит. Тихо, тихо! Повторяет, слышите? Учит русские слова, русский язык. Тихо, тихо. Так прекрасно! И не хочу домой. А внутри все равно, знаете, опаска есть. Хочу, не хочу, не хочу. То время, когда лучше, конечно... О май гад! Извините, там на улице у кого-то что-то выпало, шмотки какие-то, целый тюк. Вот так. Почта работает. Все, пишите письма. Такая красота! Какая красота! А я же вообще пешеходка. Я обожаю гулять на долгие, на длинные расстояния. Конечно, для меня это сейчас вообще тяжелый момент, но надо пережить. И все будет хорошо. Я опять буду ходить каждый день гулять. Вот как раз и вот мы подъезжаем. Это от Стэнфорд корпуса. А, мы уже почти дома. Нет, только не это. Сейчас я вам камеру сюда поведу. Как там во дворе. Я же вам так и не показала. Обещала, обещала. Так и не показала, как там все благоустроили. Вот я забывала. Вот так там, видите. Муж еще газует так. Между корпусами. И никого. Обалдеть. И пожарная станция. Помните, я говорила, очень удобно, что пожарная станция, вот она у нас здесь, эта пожарная станция. Хорошо, что она очень рядом, потому что я этот пиротехник юный, поэтому, если что, приезжают быстро. Проверено уже. Прям вообще. 20 секунд. Ой. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Уже и попрощалась, но как обычно. Ой, руки дрожат. Вот там. Вот. Я бы так не хотела выходить вот так, чтобы все на меня смотрели, сидеть, пить кофе, там или газету читать. Практически на улице. Вот у меня мужу тоже такая история не нравится. Хочется какого-то уж уединения, что ли. Вот на Ибохуд наш, видите, там частный сектор. Надо будет тоже как-нибудь сводить вас туда погулять. Я надеюсь, там у кого еще холодно, я вас немножко согрела нашим солнышком, нашей погодой. Мечтайте, мечты сбываются. Всем всего самого доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok